13.06 на часах Кирове. Микрофон Оксана Кавтыненко. Мы начинаем особое мнение. Сегодня гость в студии Николай Пихтин, член Общественной палаты Кировской области. Коль, добрый день. Добрый день, Оксана. Начнем мы непосредственно с темы Общественной палаты. Выбрана половина Общественной палаты в прошлый четверг депутатам законодательных собраний. Депутатская половина, да, есть еще. 12 человек. Да, 12 человек представителей от губернатора Никиты Белых. После заседания уже были озвучены мнения о том, что процесс вышел политизированным. В нашем эфире уже всевозможные эксперты говорили, что вообще неэтично прошли эти выборы, потому что тот список, который в итоге был утвержден кандидатов рейтинговым голосованием, полностью совпал со списком, который был утвержден в фракции «Единая Россия», без согласования с другими. Что ты думаешь? Нет, так оно и есть. Это политизировано, конечно, одна партия. Только ее кандидаты прошли. Вообще здесь я изначально был сторонником, что от АЗС кого-то в общественную палату, потому что депутаты выбирают, но они сами избраны народом, и они еще кого-то избирают. Как-то такое, для меня это как-то непонятно. Плюс по качественному составу, если смотреть, кто прошел, о чем мы в палате в этом созыве неоднократно говорили, потому что, да, есть директора хорошие, директора прекрасные, но они не общественники. А общественников это мало. Плюс у директора, как правило, заворужены работой своей, и некогда особо заниматься общественными делами. То есть это уже вывод такой, да, из опыта работы этого созыва? Да, да. Это не совсем правильно, на мой взгляд. Но есть и активные, я не отрицаю, не все. И, безусловно, есть и активные очень, которые успевают все делать, но есть и пассивных много. Ну какую-то еще вот характеристику можете дать этому, этой части будущего состава? Ой, сложно сказать. Сложно сказать, но опять получилось... А внутри палаты есть обсуждения? Нет, пока не было. Дело в том, что сейчас в июле комиссии про чески не проводились, поэтому обсуждения не было. Они все в отпусках и так далее. Вопрос сложный, но до этого не раз обсуждали и говорили, что вот, как бы, ну директора не совсем правильные. А потом говорили неоднократно. Вопрос, как действующему члену общественной палаты, есть ли в планах продолжить общественные дети? Нет, я нынче не пойду, решил не ходить, потому что считаю, что должно быть больше молодежи. Должно быть больше молодежи идти. Активность сейчас появилась, очень много хороших, интересных ребят. Я хожу, их агитирую, уже часть агитировала, документы уже подали ребята. Так что вот, которые вот такие боевые и энергичные ребят, которые могут горы свернуть. И надеюсь, что свернут. Я ли по выборам, которые прошли в прошлую четверку, слышала. Вот еще одна тема. С Федерал Пресс. С губернаторов могут обязать формировать составы общественных палат из гражданских активистов. Сейчас зачитаю немного. В рамках осенней сессии может быть принят закон, обязывающий региональной власти формировать составы местных общественных палат с учетом не только собственных пожеланий, но и рекомендаций всероссийских, краевых и областных общественных организаций. Об этом сообщил журналистом секретарь общественной палаты России Александр Буличалов. Ты что по этому поводу думаешь? Нет, по этому поводу разговоры тоже давно идут. И я полностью поддерживаю это. И кроме того, я могу сказать, что на общественной палате, когда формировали, обсуждали изменения в закон Кировской области, вот 12.12 плюс 24, так, то у меня было другое предложение. И часть членов палаты поддержали сделать все это наоборот. То есть от общественности избирается 24 человека, потом подают списки от губернаторов, от АЗС, и эти общественники избирают остальных. Но, однако, это не прошло. И вот изменение, которое предстоит, оно будет менять. Там уже АЗС не будет. Ну, поняли, что АЗС неправильно. Депутаты — это отдельная история, отдельная работа у них и так далее. Кстати, Усенко однажды очень хорошо позвучало. Он говорит, если бы депутаты работали как положено, то и общественная палата не надо было. А они у нас, да, депутаты, к сожалению, в тени в какой-то полной находятся, вообще неизвестно, что они делают. А, между прочим, что вот у вас, что у меня, что у любого жителя Кирова, у каждого три депутата как минимум. И кто их знает? Я, например, не знаю, и вы вряд ли знаете. И мало кто их знает. Я имею в виду, честно. Да, это действительно, наверное. Ну, тогда, получается, будет эффективнее. Мне кажется, да, эффективнее будет. Да, помимо того, что еще общественники намерены федеральным законом закрепить возможность финансирования региональных общественных палат из, собственно, регионального бюджета. То есть здесь, получается, в сторону увеличения, наверное, будет? Нет, вряд ли. Дело в том, что сейчас у них в законах есть, но тут на законодательство смотреть, похоже, там, так сказать, какими-то хитрыми путями или что-то, как-то делают это. Ну, что по рамках закона удерживаются. А здесь будет уже официально закреплено это все. Там, кстати, разговор был о том, чтобы члены общественной палаты что-то оплачивать. Вот я категорически против этого. Я считаю, что это вообще не должно быть. Секретарю, наверное, стоит, потому что у секретаря работы очень много, на самом деле. Просто ее не видно, но, на самом деле, очень много. Может, есть смысл на эту тему подумать, а дальше нет. Понятно, мнение слышали. Ну, перейдем к еще одной теме, которая на этой неделе очень сильно обсуждается. Потемкинская дымка, так и называется, блог Эдуарда Патрушева, который обсуждается не только в Фейсбуке, но уже на нашем сайте тоже были мнения и комментарии, в том числе в эфире. Ну, немножко зрителям, а через слух, не зрителям, радиослушайте, прошу прощения. Характеризую, о чем идет речь. Докрасили дома на привокзальной площади, на улице Комсомольской. А теперь три дома уже пестрят яркими дымковскими орнаментами. Но мнение такое бытует, что все это дело весело. Да, стало лучше, веселее, что ли. Но если смотреть глазами человека, который приезжает в наш город, то все-таки выглядит это как потемкинские дома. Разделяешь ли ты мнение коллеги, блогера? Частично да, потому что на самом деле так оно и есть. И я вот скажу честно, я когда пошел, буквально 4-5 дней пошел, он с моей фотографией решил написать, сфотографировать, у меня было большое желание снять вот то, что он показал. Вот эти ямы на тротуарах, лестницы все разбитые, ларьки все окошенные и так далее. Да, Эдуард Патрушев говорит о том, что когда все-таки жители приезжают в наш город, они видят так или иначе не эти дома, которые раскрашены дымкой, а привокзальную площадь, неясную парковку, палатки родом из 90-х, это цитата дословная. Ну еще Эдуард не сделал фотографии после дождя, что там делается, вообще не пройти. Нет, это как раз говорит, о чем он очень правильно тему поднимает. Все нужно делать комплексом. И наверное начинать-то надо вот и с мелочей. Я не против эти дома, их все равно надо было ремонтировать, они были в ужасном состоянии, конечно, безусловно. Хотя здесь дальше осталось, вот рядом желтенький домик стоит, вот его надо тоже в порядок приводить. А он сейчас в диссонансе полном стал и так далее. То есть вот тогда будет, да, тогда приятно будет людям посмотреть все. Так получилось, ну красиво, но там больше-то споры прошли уже надо было, это не надо делать. Так, ну надо было ли иначе, как-то. Ну это нормально, естественно, реакция это все оттуда была. Как внеслись к тому, что в итоге получилось, что один дом, да, он был силами, так скажем, клуба маркетологов, да, покрашен, а остальные дома все-таки за счет средств муниципального бюджета? Нет, дело в том, что, насколько вот я знаю, средства были заложены уже в бюджете давно, их все равно надо было красить. И здесь просто вместо белой краски применили вот этот цветной, вот и все, вся разница. Ты считаешь, удорожания не было? Там, по-моему, ну во всяком случае, как отжирин говорит, удорожая не было, вообще в они в бюджет вписались полностью, все сделали. То есть их все равно делали. И особых затрат здесь, там, 7 миллионов, на 4 дома раскинули, в принципе, все большие. Есть еще мнение о том, что дымка дымкой, но этот не столько бренд, сколько его использование уже везде и вся, стало несколько присыщенным. Это есть, это есть, я не отрицаю. И, кстати, я с обжирином, мы встречались, я разговариваю на эту тему у них. То есть почему дымка есть? Ну, я предложил, допустим, пусть даже дымкой, но, как сказать, менее выразительно, что ли, чтобы было не так много перенасыщения, мне кажется, перенасыщение произошло. То есть можно было чуть поменьше вот этого узора сделать. Оно в гармонию, все дома в комплексе, они смотрелись, это тоже хорошо. Ну, уже есть... Нет, дело в том, что, Оксан, здесь, ну вот, предложили люди дымку, давайте дымка. Ну, другие-то никто ничего не предложил. Это тоже верно. Если предложили что-то другое, ну, тогда бы обсуждали, бы говорили. А так вот, было предложение, его поддержали. А почему нет? Ну, сделаем. Ну, а что ты считаешь, лучше было бы привести вот в порядок, так скажем, те пункты, да, которых в том числе в своем блоге Эдуард Патрушев рассказал, там, тротуары без возможностей передвижения, там, инвалидам любыми сумками с колясками и так далее, там, приведение в порядок дворовых территорий, вот, самой привокзальной площади или все-таки вот эти четыре дома? Нет, мне кажется, все в комплексе надо делать. Я бы не разделял здесь, сложно разделить, потому что на эту сумму, ну, вряд ли бы много чего сделали, на привокзальной площади и так далее. Плюс планируется вот сносить этот рынок, сносить там, что-то будет делать, то ли стоянку, то ли еще обсуждаются. Новости понедельника. Ну, включат, ну, и хорошо, нам радостно будет, что включили дымку, защиту. Как бы там палку потом не перегнули, потом начнется, не начались бы процессы, когда владельцы бренда начнут говорить, а вот здесь неправильно сделано, а вот здесь уберите, а вот здесь вам штраф и так далее. Вот, как бы это не началось. Ну, ты, скорее всего, все-таки не регистирован там ни товарно-знак, ни бренд, но, да, тоже меня не услышала. Ну, еще одна злободневная тема. Радовались мы неделю назад, что разрешение на строительство высотки в историческом центре, это Казанская 24, я напомню, временно отозвано. Обращение было и в общественную палату Кировской области, да. И вот потом все-таки городская администрация отменила, да, это разрешение. Но буквально вчера, и в том числе в Твиттере, я видела, выкладывали наши журналисты Артем Паникаровский о том, что какие-то строительные работы ведутся на этой территории. И потом уже там дальше вообще выяснилось, что снова разрешение висит на сайте городской администрации. Вот что знаешь по этой ситуации, как отнесся к такому повороту? Ну, во-первых, там была и общественная палата среди, и общественники, и публичные слушания были очень такие активные, и прокуратура этим делом занималась. То, что там строительство ведется, это не факт, что там будет большой дом, но вот, значит, постановление городской администрации 24 июля этого года за подписью Якимова, который разрешает строить здание высотой 38,5 метров, то есть на 26,5 метров, на 26,5 метров выше, чем полагается по норме, а там норма 19, 10-12 метров. Как так? То есть 10 этажей все разрешили. Ой, как так сложно сказать, потому что вот у них в шапке этого постановления идет, вот у меня сегодня так как-то задумался, что это постановление принято в соответствии с законами об общих принципах местного самоуправления, устава муниципального города Киров, правилами землепользования, заключения комиссии по землепользованию, публичных слушаний, и все пересеркнули, и ничего не слышали. То есть что это за законы, что это за вещи, что граждане категоричны. Это уже было после. Да, граждане подписи собирали, там массу подписей, и ничего не услышали, все равно аварийское слушание дается. Что делать? Общественности? Опять общественности подниматься, да, СМИ подниматься. Я думаю, что это постановление внимательно изучит, так скажет, прокуратура, насколько оно законно. Я понимаю, что на метр, на два разрешили еще там компромисс какой-то, но когда в три раза выше здания планируется, то это, ну, совсем ненормально. Еще тоже одна новость. Установлены были границы исторической части нашего города, ну, соответственно, там, в границах которых, наверное, и строительство тоже должно быть сойти по строгому соблюдению там всех норм. И я хочу вот с тобой тут как-то момент обсудить, почему только сейчас определены границы исторического поселения. Тоже интересный момент. В понедельник в эфире особого мнения вице-спикер, заговорю, законодательное собрание, Марина Сергеевна Сазонтова сказала о том, что работая журналистом еще давным-давно, когда мэром города был Дзюба, были установлены границы исторические. Вот наша администрация вспоминает об этом сейчас. Ну, эти границы очень мягко, такие культуры не костерли. Для чего? Для того, чтобы строить вот такие вещи производить. Здесь, знаете, интересный момент, какой они кроются. Вот что касательно, вот это уже 11-этажное здание, ну, или сейчас 10-этажное они как бы планируют, там ведь у них очень четко прозвучало, что планирование и выделение земли, и согласование проекта было сделано до того, как все это было принято. Если сейчас их границы согласовали, то это скорее задело на будущее. То есть я не исключаю, что сейчас в этих границах появится когда-то стройка, которая не подходит ни по каким параметрам, но она была задумана еще до того раньше. Принятие. Да. И вот здесь конфликт возникает довольно серьезно. Получается тогда городская администрация определением этих границ хочет в чем-то себя обезопасить, иначе будут еще какие-то прецеденты. Я однажды обратился в город администрации, в частности, в архитектуру, о том, что мы с вопросом, а почему генплан у нас не публикуется, его нигде нет. Они сказали, что это секретный материал. Серьезно? Да. И что там сейчас напланировано, мы не знаем. Где это там завтра, какая девятиэтажка, или там что-то возникнет. Мы абсолютно не в курсе. Получается, общественным активистам нужно постоянно держать руку на пульсе. А есть же ребята, вот я и говорю, ребята вот такие появились, которые сейчас в ВКонтакте пишут постоянно, они все это отыскивают, все эти материалы. Вот они же постановление нашли. Я вчера искал на сайте, не мог его найти. Они его нашли, опубликовали. Но итог. Итог. А что мы можем делать, общественники? Вот возмущаться, выступать, говорить. Какие-то, вот сейчас в общественной палате, вот соберутся, будем опять, поднимать, говорить. А итог очень простой, Оксана, на самом деле. Банально. Это, вот мы с вами до эфира говорили про депутатов, про роль депутатов. В принципе, вот здесь роль депутатов. Они же это все натяжкают. То есть на следующие выборы нам надо очень внимательно думать, кого мы будем выбирать. Очень, очень внимательно. Мы об этом думаем. Каждый выбор у нас проходит по какому-то заранее заготовленному сценарию. Ну ладно, что грустно. Как-то нет, вот следующая тоже вот тема новость. В Кирове при мэрии необходимо создать общественный экспертный экологический совет и проводить открытую депутатскую слушательность с привлечением большого круга общественности. Такие рекомендации предложили депутаты ЗАГС Собрания, Городской думы, общественники, администрации города на заседании Комитета по экологической безопасности и природопользованию, который прошел на минувшей неделе перед очередным заседанием нашего парламента. Очередной совет, где есть опять-таки слово общественный, общественность, да, вот этот вот корень, что изменит, как ты считаешь? Вы знаете, скорее всего, ничего особо не изменит. Почему? Потому что что публичное слушание, что вот эти вот советы все, у них не проработаны и неправильно сделаны процедуры. Вот общественное слушание, допустим, они проходят как? Собирается общественность, возмущаются, кричат, шумят, там кто-то за, кто-то против. И городадминистрация как в дело? Она говорит, все, ребята, мы вас послушали, до свидания. А мы потом сами решение примем. Как оно будет учтено? Голосование не предусматривается, кадр-резолюция не предусматривается. То же самое вот сейчас это общественный совет создадут, а как к нему будут прислушиваться? А как его мнение, решение будут учитывать? Кто это узнает? Опять мы поговорили, собрались, ну, городадминистрация, ребят, спасибо. А в нужный момент они прикроются, скажут, видите, у нас вот есть. Вот, скорее всего, такое будет. Какой может быть качественный уже состав у этого общественного совета? Как член общественной палаты ты каким бы хотел его видеть? Кто туда должен войти? Ну, во-первых, профессионалы должны войти, это безусловно. И причем профессионалы, как работающие, я сталкивался с несколькими профессионалами, которые, ну, по каким-то причинам закончили свою деятельность, а в администрации или где-то вот в этих кругах, и они очень активны, и они знают все тонкие русские места, вот, я считаю, вот такие люди должны войти. Ну, и СМИ, безусловно, должны, хотя бы в качестве наблюдателей, что ли, и так далее. Потому что для таких вещей очень важный момент, важнейший момент – это озвучивание, что же там происходило. Это выдача на паблик, как говорится, чтобы люди все знали, а что же там было. Потому что выдача на паблик, и когда люди заседающие сидят и знают, что это выйдет, они, ну, дисциплинируются, так скажем. Они по-другому иначе выступают. Работаем на камеру. Обязательно. Это очень важный момент. Еще хочу с Комитета по экологической безопасности один факт зачитать. Заместитель главы администрации Геннадий Акимов, о котором мы уже сегодня не раз говорили, уверял, что зеленых зон в Кирове стало больше, однако денег в бюджете на их инвентаризацию нет. Личные ощущения, так это или нет? Во-первых, я помню, что на круглом столе общественной палаты говорили о том, что деньги выделены почти достаточно. Это раз. Во-вторых, здесь очень такой интересный момент, который я в последнее время стал с ребятами, с молодежью, я говорю, обретите на это внимание. Вот на эту ключевую фразу денег нет. Вот что она значит. Вот мы не задумывались, на самом деле. Для чиновников это очень классная отмазка. Денег нет. И все поверили, что денег нет. Никто не поинтересовался. Что значит нет? А на какой строке бюджета они должны быть? Как они должны туда поступать? А почему депутаты туда деньги не заложили? И вопрос, оказывается, депутатов. Почему на это денег-то нет? Это не кем у нас спрашивали депутатов, почему они не заложили. А депутаты у нас в денег нет. Их не слышно, не видно. А вот, кстати, я с несколькими людям сказал, они говорят, слушай, мы вот сделаем, в следующий раз поступят две денег нет, мы запросим все. Какая статья, какая статья, как формируется, и так далее, и так далее. Докажите, что денег нет, а не просто сказать денег нет. А личные ощущения? Я, например, не ощущаю, хотя здесь не жила какое-то время, что Киров стал менее зеленым. Дмитрий Михайлович Русский меня уверял о том, что да нет, 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 намного хуже стало. Нет, он больше зеленым не стал, нет, а что, даже говорить нечего. Город администрация, они хитрые, они однажды цифры выдавали, и для того, чтобы показать, что у нас все зелено и хорошо, они взяли и переписали Заречный парк. Вот количество было. Ну и получилась цифра, да, получая справедливо, как неплохая. На самом деле у нас, по-моему, раза в три меньше зелени, чем... Я вчера, кстати, в Чапецке был, интересный момент, ну вот зеленый город, слушай, порой едешь, вообще как в лесу. Да. Ну с нашими не сравнивали, у нас же еще постоянно, посмотрите, там вырубили, там вырубили, там снесли, там... И по закону это положено восстанавливать. Где это восстанавливается, никто не видит, никто ничего не знает. И вот город администрации говорили, я говорю, вы на конфликт вот сегодня со скверами, с вырубкой нарываетесь, вы сразу же скажите, да, мы здесь вырубим там энное количество деревьев, но вот в этом месте, вот, там два раза больше посажем, и покажите это место. Ну, в том числе, тоже в рамках этого же комитета, опять-таки, было обсуждение злоподневного вопроса о том, что, да, действительно, идут стройки на парковых территориях, где-то удалось отстоять, где-то нет, но почему мы не можем принять какой-то нормативно-правовый акт, который будет обязывать застройщика, одно дерево срублено, мы строим три. Нет, это, во-первых, есть, это все есть, это все есть, нет одного политического воли на это, тогда все это будет нормализоваться. Давайте перейдем сейчас на небольшую рекламу, а после продолжим «Особое мнение». Продолжаем программу «Особое мнение» в студии Оксана Ковтуненко и Николай Пихтин, членов общественной палаты Кировской области. Ну, опять сейчас мы о зеленой теме. Больная тема. Ну, больная тема, да, что поделать. Вот еще одна больная тема, не знаю, лично для меня, как-то я такого широкого ее обсуждения, освещения вообще в разных кругах не слышала, поэтому вчера-то попросила особо, они не смеятся, когда тему подбирала. Нет средств у нас в городском бюджете на уничтожение борщевика. Избавиться от растений, которые распространяются уже на территории города, возможно, однако до сих пор приходится подвигать к старым методам борьбы. Опять же сообщил замглава администрации Кирова Геннадий Кимов. Я думаю, что вот на комитете, который был недавно перед заседанием законодательного собрания, сейчас есть всевозможные химические разные вещества и так далее, но вот по словам Геннадия Кимова, на данный момент можно уничтожать его только механически, то есть получается косить. Я считаю, почему эта тема актуальна, потому что если говорить о Потемкинской дымке, это понятно, те, кто приезжает в наш город на поезде, скорее всего, в какую бы... Чаще всего они поедут в сторону и будут проезжать, да, вот эти вот дома, или когда там поезд уже подъезжает ближе к вокзалу, их можно увидеть. Да, это, наверное, в какой-то степени лицо города. Но когда в наш город приезжают на машине, очень часто, особенно из Москвы, мы проезжаем как раз такие, просто, я не знаю, великие, наверное, местонахождения борщевика. Я вчера в Чипец ездил, там целая плантация. Плантация. Первый вопрос, который моих друзей, знакомых, которые приезжают на машину, говорит, что это? Это какое-то очень интересное растение? Да, оно вообще неинтересное, это опасное растение. И просто глаза, да, там по 5 рублей, а что оно вообще тогда делает? То есть, ну, хорошо, понятно, там, да, мы сейчас уже обсуждали, там, в столичных, в более таких крупных городах уже, в принципе, забыли, что такое американский клён, потому что его нет, где-то забывают про тополя, потому что это действительно, там, такое дерево сорняк, да, хотя раньше тополей было очень много, потому что их бюджетно очень было садить и как раз выполнять, да, планы по озеленению. Но вот борщевик, я не знаю, я считаю, что, конечно, я не нашла информацию о каких-то, там, печальных случаях, да, там, человек, ну, чтобы люди страдали, да, там, очень сильно, потому что, тем не менее. Бывали, я помню, но мы... Да, ну, года два назад, да, был какой-то вот всплеск, как раз, ожогов и так далее. Вот как ты считаешь, что делать с этой ситуацией и что делать вообще с тем, что денег нет? Ну, во-первых, в Кирове не так, наверное, актуальна вот эта проблема, всё же. Я знаю вот несколько мест, где он активно растёт, там, сюда пытаются типа косить, а вот за городом, там, конечно, массово, там, целые поля, этого. Денег нет, я уже говорил про денег нет, но я уже включила фразу денег нет. Дальше, а если думаться вот в правосистеме, как работает городадминистрация, а зачем их им применять? Каждый день небольшая денежка выделяется, выходит, мужички покосили, денежки попилили, ну, так, под зарплату получили. На следующий год борщевик опять вырос, опять деньги получили, постоянно работают, стабильно. А химия уничтожила, и работы нет. Это, конечно, напоминает извечную, там, тему с гололёдом, да, и там, те специальности, которые сейчас всё-таки стараются хоть немного выделять средств, чуть дороже, но, там, посыпать. Ну, а вот всё-таки считаешь ли ты, что это в некоторой степени может стать таким антибрендом, например, там... Вполне, вполне, и вот вы совершенно правильно делаете, Оксана, что эту тему надо поднимать. А, поднимать, будировать, город администрации обращает внимание. Ну, Оксана потом скажет, Оксана, тему поднимает, Оксана, иди коси. Ну, я, кстати, отправилась бы, наверное, на это, наверное, очень сложно. Ну, там, оказывается, есть некоторые ограничения, там, просто так косить нельзя, только при довольно низкой, ну, не низкой, а, я помню, ниже 23 градусов, можно, а он не жалится, а свыше он уже жалится. Ну, то есть, понимаешь, да, что в 21 веке живём? Ну, дело, потому что мы скосим, а на следующий год там снова вырастет. Ну, мы же каждый год не будем ходить косить. Поэтому это город администрация должна задуматься. Опять же, опять, как ни странно, депутаты, в живых округах всё это происходит. Это что районный округ, что у нас кировский. Где они, где они? Да, может быть, люди не обращаются, может быть, вот только Оксана Костынянка вот увидела новость про большевикопечательство. Ну, пока кого-то сильно не ужалило, то они не обращаются, конечно, это и есть. Это и есть, к сожалению, да. В дополненном смысле. Ещё одна небольшая тема у нас есть для обсуждения. В Москву за полтора часа пишет наш коллега бизнес-новости. С 1 сентября аэропорт Победилово, авиакомпания «Победа» приступает к выполнению рейса «Киров-Москва-Киров» на воздушных суднах «Боинг», вместимостью 189 пассажиров. Ну и вот достаточно такие бюджетные варианты по билетам предлагаются. Но с пояснением, с комментарием от пресс-службы областного правительства, что вот только на первое время будут. Только какие-то акционные билеты душевые. Ну, вообще, как ты считаешь? Нет, во-первых, то, что у нас государство решило поддерживать это дело, я считаю, это очень хорошее и полезное дело. Вот буквально вчера прошли цифры, я могу огласить. Оказалось, что за второй квартал этого года количество перевезённых пассажиров по России на самолётах составило 24,4 миллиона людей. По железной дороге 23,7. То есть авиационным транспортом воспользовалось уже больше людей, чем в поездах. Это положительный результат, конечно, в своей дарс. Но побаиваюсь другого, что сейчас, мне кажется, вот такие субсидии предлагают и такие низкие цены, что когда это всё отпустят, а субсидии прекратятся, то цены возрастут там 3-4-5 раз и резко снизятся поток. Вот как бы вот этого эффекта не получилось. А скорее всего, оно так и будет. Ну, люди тогда придётся, да, сфиксировать какое-то... Люди как бы привыкнут, да. А как зафиксировать здесь? Ну, если декларации не будет, авиакомпании будут сами устанавливать цены. И вот чувствуется, что... Я просто сам столкнулся однажды, когда из Казани летели, разница на самолёте там в 3-4 раза в цене, субсидированы или нет. Вот, например, так и будет. И обидно будет, когда мы привыкли на самолётах, и как раз придётся опять на поезд приосаживаться. Не буду надеяться, что такого не произойдёт. А ещё одна тема, вот что-то я забыл её даже где-то в первых числах обсудить, в первых пунктах нашего эфира. Объединение двух вузов. Я считаю, что я сидел в этот годом, классная ошибка. ВИАДГУ и ВИАДГУ, ПЕТ-Политех, как привычные нам называют, будут объединять, скорее всего, уже, наверное, даже точно. Вот учёный совет ВИАДГУ уже сформулировал свои предложения по созданию территории области опорного регионального университета, и свои предложения будут отправлены в Минобразование. Что ты считаешь? Как отнёсся сам к этой новости? Нет, я считаю, что это большая ошибка, потому что абсолютно неравнозначные вузы объединяете это как-то, ну, по мне, да, когда неправильно. Политех — это политех, ПЕТ — это ПЕТ, как мы их знаем все. Я считаю, это будет ошибка. Не знаю. И, кроме того, там по закону, насколько я видел, там добровольное объединение должно быть, а здесь, по-моему, добровольно-перенудительно идёт, силы хотят сделать такой топорный. Вот пока не комментируют ПЕТ-составы, насколько я знаю, ни того, ни другого вуза, они, скорее всего, просто не разрешают. Да, конечно, у нас и понятное дело с целью экономии и средства. Скорее всего, и ПЕТ-состав пострадает, то есть, и будет сокращение большей площади, где-то, может быть, что-то избавятся они. Скорее всего, это и будет. Но, мне кажется, это ошибка будет. Мы очень часто в контексте этой темы обсуждаем, что пострадает, вот, действительно, там, ПЕТ-составы, да, что это некая конкуренция внутри одного крупного вуза. Но всё-таки хотя бы как-то примерно представить, тебя хочу попросить, на будущих выпускниках это может лучше или в худшую сторону всё-таки отразиться. Потому что одно дело научное сообщество, действительно, там, ПЕТ-составы, которые годами работают, а выпускникам, возможно, будет лучше. Нет, мне кажется, ничего не изменится. Просто как было, оно так и останется. Вряд ли что-то изменится. Ведь, понимаете, при таких объединениях, сокращениях убирают кого? Более слабых, кто не может себя отстоять. Никто профессионал или не профессионал, а более слабые. Поэтому могут попасть под раздачу такие, ну, хорошие преподаватели, которые достойные, у которых ученики хорошие выходили. Они могут под раздачу попасть. Еще только одно интересное. На пустом месте, вообще, мне кажется, тема одна из взрывов. Объединение? Ну, какое объединение? Конечно, два мощнейших узора, наших грязских, наверное, и комедийных. Министерство образования так не считает. Причем, что удивительно, тоже в нашей студии был экспорт Владимирович Сеселопроектор в САИ, который сказал о том, что Минобразование считает, что выпускников меньше стало, а их меньше не стало. То есть их там стало больше. Почему объединили, да? Потому что количество мест, да, это будет регулировать. Ну, для этого есть другие механизмы, какие-то воздействия там и так далее, но не объединили. Тему ГТО еще хочу обсудить. Хорошая тема. Достаточно хорошую, да, позитивную. ГТО 2.0 я бы назвала, да, практически там в том же, с тем же посылом, который был там в Советском Союзе, сдача норм готов к трудовой обороне возвращается сейчас, тоже значки будут вручаться, как ты к этому отнесся. Будешь ли сдавать, будешь ли рекомендовать кому-то? Рекомендовать обязательно буду. Хорошее дело, интересное так. Единственное, что не обязаловки, здесь никакое дело, никаких там, каких-то подвигов там, медали вешать за это дело. Нормальный процесс, люди сами должны активизироваться, а государство, власть, должны помочь создать условия, то есть это стадионы, площадки и так далее, где это все можно сделать, сдать какие-то там подсказки, преподаватели, что были хорошие. Так что, не, полезное дело. Сам сдавать, я не знаю, даже посмотрю. Я считаю, что в наше время намного сложнее сам мотивации, и вряд ли кто-то сам пойдет. То есть, может быть, все равно... Нет, смотря как организовать, смотря как это подать. Сейчас, на данный момент, пока все-таки это действительно все будет в добровольном порядке, на сайте ГТО можно регистрироваться, получать нормативы, все это там заносить, проходить, но вот школьники, возможно, с сентября уже будут в школах сдавать эти нормы. Ну, школьников, наверное, есть смысл. Честно говоря, это, наверное, есть смысл, потому что, ну, я вижу, вот у меня внуки растут, и так далее. Ну, есть довольно, ну, так скажем, как не обидеть, ну, сладые ребята, которые действительно, кроме, там, компьютера и ничем не занимаются, то есть физическая подготовка какая-то нужна. Ну, хотя вот это само название «ГТО в труду» и «Обороне особо», оно как-то... О, да сейчас о чем мы думаем, это им оно вообще о чем говорит, и... Оно им не о чем не говорит, и я... Ну, ГТО, ГТО просто, ГТО как аббревиатура, и не более того, вряд ли. Но, если они будут этим заниматься, мне кажется, все же, ну, здоровье чуть-чуть, да получше, все же у них будет. С плеской здесь не стоит ждать, но что-то будет. Ну, я думаю, что все-таки государство ожидает, я думаю, что немало все-таки средств на это дело потрачены, и, конечно, будем столько смотреть, на тему, дастся ли возродить. Ну, здесь отложенный эффект, он потом проявится, он не сейчас сразу, сейчас надо его не ощутить, а лет, может, через пять, через семь, через десять, когда появится, безусловно, будет. Спасибо, Николай, это было особое мнение, член общественной палаты Кировской области Николая Крихтина, увидимся в эфире на Эфиге. Спасибо.